Последнее заявление Пашиняна о невозможности территориальных уступок в пользу Бакуровна сильно ставки на военный путь. После мюнхенского провала Никола Пашиняна армянская верхушка маневрирует в стремлении оправдаться и загладить очевидный позор. Но как это не раз случалось, опять получается история из огня до вполыми. Симптоматично, что компанией перелицовки неутешительной ситуации руководит сам герой нашумевшего сюжета. Не упуская из рук первую скрипку, он продолжает фальшивить, занимая аудиторию сущим вздором. Так, погружение в стихию плотного абсурда продолжается, и кажется, этому не будет конца. По свежим следам Никол Ваваевич потряс воздух мюнхенскими принципами. Осознав, что они ничего ровным счетом не стоят, решил добавить перца в контент. Последний его перл, это нечто из серии национального фэнтези, и звучит весьма пикантно, карабахский конфликт нельзя решить быстро, это должно произойти на генетическом уровне, чтобы он стал приемлемым для народов. Возможно, в Армении стоя аплодируют находки премьера, однако от нее, мягко говоря, попахивает сомнамбулизмом. Как минимум логика автора определенно перешагнула за грань здравого рассудка. Видать, революционное мышление главы кабинета настолько подверглось перегрузу, что бесконтрольно уходит в неизведанные порталы, показывая чудеса техники транса. Но политику в кресле главы кабинета не подобает отпускать воже самоконтроля и уж тем более ударяться в психофизическую невесомость. Кстати, вспомнить, что в ходе мюнхенских дебатов ее признаки проявились, и первым это зафиксировал Ильхам Алиев. Его онлайн-терапия, кажется, в конец сбила прицелы армянского премьера. Не справившись со стресс-тестом, Пашинян продолжает пребывать в психоэмоциональном расстройстве. Определение решить карабахский конфликт на генетическом уровне это предмет для спецов, изучающих мозговые отклонения. Наука наукой, а политический дневник требует фокуса на главная составляющая, и в этом деле психофизическое расслабление, худший союзник. Пашинян, его единомышленники вольны запатентовать политическое ноу-хау, однако призыв премьера к неторопливости никак не коррелируется с целями миротворческого процесса. Ильхам Алиев вполне внятно об этом высказался. Призыв к неторопливости после 30 лет мытарств, которые по-прежнему остаются следствием армянских козней неприемлем, ибо приближает срыв. Пашинян после холодного мюнхенского душа продолжает строить из себя знатока глубинной диагностики, и как говорится, флаг ему в руки. Однако его эксклюзивная способность не может стать оправданием для отлынивания от ответственности. Заявление о невозможности территориальных уступок в пользу Баку равносильно ставки на военный путь. Отвергая право Азербайджана на восстановление территориальной целостности, выдвигая на передний край тему безопасности, Ереван заведомо загоняет процесс в рисковую зону. Насколько умно в такой расстановке утверждать, что у вопроса нет военного решения. С помощью мюнхенских откровений Пашинян желает обнулить табло переговоров, потому берет за точку отсчета май 2018 года, то есть момент, когда победила его революция, и он стал верховодить страной. Смена власти в Армении ровным счетом ничего не изменила. Ереван как был агрессором, таковым остается. Заблуждается господин премьер, выводя себя за скобки предыдущих этапов политических переговоров. Приняв бразды правления, его власть села за стол переговоров, и Пашинян лично запросил у Ильхама Алиева отсрочку для вхождения в курс процесса, пообещав отобразить позицию. Не может он не знать, что формат Гейдар Алиев-Кочарян очистил повестку от шелухи в виде участия карабахских армян в контактном деле. Пообещав карабахцам откровенность и прозрачность, он волен выстраивать с ними любые отношения. Это дело сугубо внутреннего армянского порядка, и не в интересах Баку вмешиваться в разборки Иреван-ЦФ и Карабах-ЦФ. Но с какого Баку вдруг премьер обрушивает на Азербайджан обвинение в расизме? Если есть резон говорить о его проявлениях, это целиком и полностью соотносится с армянскими реалиями. Подобно тому, как в мире ЛГБТ вошла в прочную и порочную моду понятия родитель номер один и родитель номер два в Армении точно также классифицируют соплеменников. По принципу первосортных и второсортных. Карабахские, как известно, никогда не котировались в качестве полноценных шурт ВЦ. Опять же, это их армян дело. Баку ждет ответа на свои предметные запросы, а не на дремучие мотивы внутриармянских реалий. И еще. Довод Пашиняна Нагорный Карабах получил независимость так же, как и Азербайджан, это звонкая фраза из политической помойки, которая не имеет хождения в условиях серьезной режимности. Об этом опять же доходчиво высказался Ильхам Алиев в Мюнхене. Тиражирование термина «народ Карабаха» в устах Никола Ваваевича это не более чем языковая тренировка, которая гарантирует премьеру страховку от внутренних рисков. Пора армянским политикам Николу Ваваевичу знать, что Азербайджан отвергает каноны трансгендерной политики, которая на этот раз стала следствием глубинного транса у эмоционального премьера. Надо еще помнить, что умеющий входить в транс должен обладать навыками выхода из этого состояния. Вольная навигация на полях и реального мира иной раз заканчивается не только обвалом надежд, но и акций, с которыми и так не густо.